Медведев, на самом деле, понимаете, почему он пьет и почему все у него эти дела? Потому что Путин ему доверил в свое время греть кресло, и Медведев ведь старый любовник Путина, об этом люди забывают, потому что, вы знаете, вот эта история, опять же, это кремлевская пропаганда с путинскими любовницами, якобы там со всякими Кабаевыми, теперь Мизулину-младшую добавили, еще там какая-то Кривоногих, Криволапых какая-то у него была. Вот это все туфта, которая распространяется Кремлем для того, чтобы сделать для Путина красивую картинку. Путин, если вы внимательно подумаете, включите свою голову, скажите мне, вы видели хоть одно видео Путина с Кабаевой? Видел только фотографию, когда Путин, но где тому назад награждал Кабаеву, что-то ей там вешал. Хорошо, значит, это официальная фотография, когда гимнастка Кабаева выиграла какой-то там чемпионат или там чего-то там, золотая медаль, и ей дали медаль. Вы видели какую-то семейную фотографию Путина с Кабаевой? Нет. Вы видели когда-нибудь семейную фотографию Путина с Кривоногих? Вы видели когда-нибудь семейную фотографию Путина с Мизулиной молодой? Нет. Только с Путиной и этими женщинами, да. А даже с этими женщинами фотографий никаких нету. Даже у Путина есть семейные фотографии с супругой Светланой. Да. А у Путина с бывшей супругой есть. С бывшей супругой, которая была первой леди и которая в 2013 году с ним развелась. Но вот ничего другого не было. А вот какие фотографии вы легко вспомните? Путин с голым торсом с кем? С Медведевым. С Медведевым. И а еще? Так. С Шойгу он любит отдыхать. В Тайгу ездит. С Шойгу. Неоднократно, многократно. Каждое лето он уезжал отдыхать не с Людмилой, а с Шойгу. Не с Людмилой, а с Медведевым. А там, когда уезжал отдыхать, он с голым торсом катался с кем? С маленьким мальчиком каким-то на лошади. Вот этих фотографий сколько угодно. Вот этих видео сколько угодно. И вот люди, которые видят эти видео Путина с голым торсом абсолютно всегда, 24 года, с мужиками. И ни одной фотографии с его женой, с его любовницами. Они почему-то эти люди идиоты. Рассуждают о каких-то любовницах женских Путина. Путин гомосексуалист. Вы это не поняли за 24 года? Смотря на все эти фотографии с мальчиками. Прогуглите, вот зрители наши, прогуглите Путин и мальчики. И только внимание, я вас предупреждаю, что вы можете попасть под расследование каких-нибудь киберслужб, которые следят за педофилами. Поэтому аккуратно вы используете ВПН и так далее. И вы увидите миллион фотографий, где он тискает всяких мальчиков на встречах, на спортивных мероприятиях и так далее. Никаких женщин вокруг Путина никогда нет. Сергей Леонидович, я вынужден вас дополнить. Вот вы меня вынуждаете. Путин не только ссыкун и старый пердун, он еще и гомосексуалист. Да, да, да. А если вы посмотрите, как он щупает мальчиков на этих фотографиях, то вы поймете, что он не просто гомосексуалист, но еще и педофил. И прогуглите, Путин целует мальчика Никиту в пупок. И все. И вы посмотрите видео, где он это делает. Вот поэтому, кстати, все распространяют потом российские СМИ и российские спецслужбы распространяют тут же немедленно всякие небылицы пропутинских, якобы, существующих, несуществующих любовниц. И вот сейчас, когда и пошла кампания, Путин объявил год семьи. Его стали спрашивать, это твоя семья-то где? Ну-ка, сделай нам видосик с твоей семьей, с твоими дочками, с твоими внуками. Ну-ка, сделай нам, Вобочка. Какие твои семейные ценности, да? Где твоя семья? Правильный вопрос. А у него нет никаких. И тут же Российская Федерация запустила через английский таблоид Mirror, запустила историю, что у Путина теперь якобы новая любовница Мизулина. И все торжественно бросились обсуждать это дело, искать чего-то. Хотя ни одной фотографии нет, ни одного видео нет. И все это вышло абсолютно из пальцев. А фотографии медведя... И почему медведя пьет? Да потому что его любовник Путин его бросил. Он его бросил. Он его бросил. Раньше они ходили вместе кататься на лыжах, а теперь не хочет Путин с Медведевым кататься на лыжах. Слушайте, ну а Медведеву зачем нужен этот ссыкун и пердун? Любовь. 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 Вы чего? Вы чего, Вадим? Это с одной стороны. А с другой стороны власть. А власть и деньги. А вы забыли про власть и деньги? Ведь Медведев, значит, после того, как погрел трон и отдал Путину трон, он же там 8 лет был премьер-министром Российской Федерации. А теперь он никто. Теперь никто. Он сидит на даче. Ему оставили только его должность. Делают вид, что он какой-то еще человек значимый. Но на самом деле он никто. Работы у нее никакой нет. И Путина нету с голым торсом. Не приезжает Вовочка к Диме. А Дима скучает по Вове. А любовь она прошла и завяли помидоры. Я с чего спросил по поводу цвета морды Медведева. Дело в том, что небезызвестный телеграм-канал генерал СВР еще 19 февраля написал, что Медведев получил химический ожог лица во время косметологической процедуры. Медведев после процедуры должен был выглядеть помолодевшим, а стал похож на копченого поросенка. Недаром у него кличка Фунтик. Гримм несколько скрывает последствия омоложения, но копченая физиономия проглядывается довольно четко. Ну ладно, это, конечно, спекуляции, потому что мы там у него не были, и мы не знаем, что ему там обожгли и не обожгли. Но знаем, что он использует солярии, и знаем, что он использует, и он катается на лыжах. И не делает никакой работы, поэтому у него копченая морда. Что касается российских военкоров, военных обозревателей, блогеров, Андрей Мурс, он же Морозов, покончил с собой, оставил предсмертную записку в своем телеграм-канале, нам пишут, извини, интересно такое название телеграм-канала. Мне он заявил, что его заставили удалить пост с заявлением о больших потерях армии российской в Авдеевке. Соловьев обвинил его в предательстве и потребовали этого Морозова привлечь к ответственности. Ну и сказал также Морозов, что некий товарищ полковник заставил его удалить пост по приказу командования. Знаете, уже очень часто приходилось слышать такую фразу, шаблонную, избитую, что Кремлю не нужны патриотичные, Кремлю нужны лояльные. Это абсолютно точно, это абсолютно точно, причем это было с самого начала путинского правления. Я вам напомню, что когда он пришел к власти и якобы была создана партия Единой России, никакой партии Единой России нет, не было понимания в нашем нормальном понимании, что такое партия власти. Партия власти была КПСС, руководящая и направляющая сила Советского Союза. Это сила, которая собиралась на свои съезды, избирала руководящие органы, назначала свой секретарят, генсека, свой ЦК и дальше на ее заседаниях на всяких, на съездах, на конференциях, на пленумах ЦК вырабатывалась линия, которая потом проводилась на уровне государства. Кстати, по этому поводу в Советском Союзе все политологи говорили, что в Советском Союзе нет советской власти, потому что не власть Советом в Советском Союзе, а власть Компартии. Это совсем другое. Но, тем не менее, эта партия была реальным институтом, который вырабатывал политику и направлял общество. У Путина такого института нет. У Путина есть он сам. И ему, кстати, эта партия нафиг не нужна. Поэтому напомните мне, пожалуйста, а я вам отвечу. Кто стоит во главе партии «Единая Россия»? Кто является председателем? Вы видели этого человека, который стоит во главе партии «Единая Россия»? Вы понимаете, что это партия? Он в качестве самого выдвиженца на выборы. Как человек от партии, а как сам от выдвиженца? Он, кстати, не член партии «Единая Россия». Это очень смешная штука. Поэтому партия «Единая Россия» – это никакая не партия. Это фан-клуб Путина. И это возможность для чиновников показать, что они чего-то там реальны как-то и так далее. Нелояльность российских так называемых патриотов или неонацистов или неофашистов давным-давно понятна, что она не нужна Путину. Поэтому Гиркина посадили. Поэтому Гиркин сидит и получил свои четыре года. Поэтому убили Пригожина. Потому что все люди, которые высказывают какие-то патриотические лозунги, они все уничтожаются, они все невыгодны Путину. Путину не нужен никакой патриотизм. Путину нужна лояльность. Путину нужна согласие с его политикой. Поэтому Дугина, на самом деле которого выдают как за какого-то идеолога Кремля, Путин ему говорит, никакого у меня идеолога нет. Я сам идеолог. У меня никакой идеологии мне не нужно. Моя идеология – это я. Это то, что я вот сижу в Кремле, это вот и есть не идеология путинского режима. Вот поэтому Дугина не пускают в Кремль, ни в какой. Поэтому Путина, кстати, у Путина очень большой клинч с патриархом Кириллом. Потому что патриарх Кирилл говорит, ну давайте возьмем русскую православную церковь, как идеологический отдел, значит, вашего режима. А Путин говорит, а мне не нужна никакая русская православная церковь, как идеологический отдел. И поэтому он встречается с Хамасом, он встречается с Кадыровым, поэтому он не реагирует на все выходки сына младшего Кадырова и прочих всяких вещей. И поэтому мы с вами даже говорили, что он сделал себе обрезание и стал мусульманином. Потому что Путину не нужна никакая идеология. У Путина нет идеологии, она ему не нужна. Идеология Путина – это бабло. Бабло и власть. Причем власть не политическая, не институциональная, нет никаких институтов власти, нет никаких судов, нет никакого парламента, нет даже президента. Есть бабло и Кооператив Озеро, который на самом деле мафиозная группировка. Организованная преступная группировка Кооператив Озеро. Вот что такое Российская Федерация, вот что такое российская власть. И поэтому, когда пьян-медведев с красной мордой выходит, начинает всему миру угрожать ядерной дубиной, его обоих, в том числе Путина, Байден не может квалифицировать иначе, как сукин сын. Путин или человек, похожий на Путина, 29 февраля должен выступить перед федеральным собранием. И тут, в аккурат этому выступлению, начали раскачивать в очередной раз тему, которая связана с Приднестровьем. Описали о том, что созывают съезд депутатов всех уровней. В последний раз такой съезд собирался в 2006 году, и по его итогам было принято решение провести референдум, на котором 97 проголосовавших поддержали вхождение Приднестровья в состав России. Возможно, вот тема Приднестровья заиграет в ближайшие недели две какими-то более яркими красками? Она может заиграть, потому что это одна из составляющих гибридной войны путинского режима против Запада. Но они до сих пор сидели спокойно. Знаете почему? Потому что я вам напомню, что если вы посмотрите на географическую карту, то вы поймете, что Приднестровье не имеет границы с Российской Федерацией. Даже с Белоруссией не имеет границы. И поэтому для того, чтобы Приднестровью кто-то из Российской Федерации помог чем-то, нужно перелететь через всю территорию Украины, а эти самолеты сбиваются. За последнюю неделю вы сбили 7 самолетов или даже 8. И по этому поводу ребята, которые сейчас в Приднестровье, там же есть российские военные, там есть какие-то сумасшедшие совки, которые мечтают о каком-то совке. Но на самом деле они давно уже ни о чем не мечтают. Они давно уже все имеют румынские и молдавские паспорта одновременно с российскими. Они давно занимаются каким-то там трафиком с Румынией и Молдовой. И если они чего-то там устроят, какой-то галдеж, то может произойти очень простая вещь. Дивизия украинская войдет в Приднестровье и уничтожит весь этот анклав раз и навсегда всех этих российских выкормышей на территории Молдавской республики. И таким образом будет решен один из вопросов, который висит 20 лет или 30 лет после распада Советского Союза. Они дождутся этого. А ваша армия может это сделать, может помочь официальному властям Молдовы, которые могут обратиться к Украине за помощью. И у вас хватит, вы сможете снять одну дивизию. И этой дивизии достаточно будет для того, чтобы сгромить к чертовой бабушке всех этих недобитых Путина. Раз и навсегда. И больше не будет этого вопроса. Что касается самого выступления Путина, мы опять услышим про ценности, традиционные ценности, про ЛГБТ, про духовные скрепы, про Третью мировую, про необходимость продолжать так называемую специальную военную операцию. То есть Путин нас уже ничем не удивит по причине того, что он ссыкон и перду. И мы с вами еще добавили еще одну штуку, вернее не добавили, а напомнили. Потому что это вещь, которая существовала давным-давно. И когда вы будете 29-го смотреть это дело, вы вспоминайте картинки головы Торса Путина с Шойгу и с Медведевым. Мы с Тамарой ходим парой, с санитаром и с Тамарой, с Медведевым. Значит, народ над ним даже издевался, даже там добавлял радужные всякие цвета. Потому что они, вот тандем Путина и Медведева, это просто пропаганда ЛГБТ. И сейчас, значит, там тандем злого следователя Путина, Медведева, и доброго следователя Путина, это тоже пропаганда ЛГБТ. На днях издание The Economist написало о том, что российские шпионы вернулись, и они опаснее, чем когда-либо за последние два года, что Россия ведет войну против Украины, она усилила свою шпионскую деятельность на Западе. Пишут, что российские шпионы провалили подготовку к войне, затем массово были изгнаны из Европы. Но данные, собранные Королевским институтом объединенных служб из Лондона, показывают, что они учатся на своих ошибках, корректируют свою профессиональную деятельность. Российские спецслужбы последние 10 лет преследовала черная полоса, оскандалились с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании, вспоминают провал отравления Навального новичком в 2020 году, ну и тяжелейшим ударом для нее стали слитые на Запад планы по вторжению в Украину в 2022. Однако сейчас кремлевская спецслужба уже оправилась после неудач и усиливается. Ну, о неудачах вспомнили, а какие сейчас промежуточные достижения есть у российских шпионов? Ну, достижений никаких нет на самом деле. То есть имеется в виду, что есть активность, есть большая агрессивность. Есть вмешательства хакерские какие-то, есть вербовки. Ну, почему достижения есть? Вот они завербовали какого-то там довольно высокопоставленного сотрудника разведки ГДФРГ, значит, Германия, который сливал им информацию о поставках в Украину и о помощи украинской. Да, вот они сейчас нашли этого в Америке информатора ФВР, который сливал всякую неправду про Байдена и про Украину. То есть на самом деле активизация есть. Я об этом всегда говорил, что российские спецслужбы, российские шпионские ведомства в два раза более активны, более агрессивны, чем шпионские ведомства Советского Союза. Относительно даже в четыре раза, потому что их в два раза больше, а России в два раза меньше, чем Советский Союз, поэтому в абсолютных цифрах в два раза сильнее, а в относительных в четыре раза сильнее. Вот эта статья, это вот тоже то, что идет нам в копилку, потому что эта статья пробуждает английского обывателя, британского обывателя, а затем и западного обывателя, потому что ее все цитировали. Вчера вот она там у нас во Франции обсуждалась очень широко. То есть, грубо говоря, я вам напомню, что после распада Советского Союза все контрразведственные службы сказали, вздохнули, наконец, с облегчением, сказали, теперь шпионов российских нету, теперь дружба, мир, жвачка, вот и теперь у нас единственная проблема – это исламские факты. И все переключились на борьбу против исламских террористов, против исламского международного террориста. Закрыли все советские отделы, закрыли все русские отделы. Путин этим воспользовался, ну, еще до Путина этим воспользовался Примаков, то есть при Ясене он стал возрождать службу внешней разведки. Вот Путин, когда вернулся, он стал возрождать сначала ГРУ, потому что он ненавидит внешнюю разведку, ненавидит Ясенева, у него же не состоялась там карьера. И поэтому каждый раз, когда он видит картинку Ясенева, это напоминание, что после окончания Казаноменного института в 85-м году его туда не взяли на работу. Он туда никогда не попал, он туда никогда не приходил физически. И для него это удар психологический, он поэтому, кстати, ненавидит эту службу. И первые 10 лет своего управления он развивал военную разведку, а не СВР. Но потом, значит, обе разведки стали в два раза больше. То есть в мое время ПГУ это было там примерно 8 тысяч человек, сейчас где-то 15-16. В мое время ГРУ было 15 тысяч человек, сейчас 25-30. Но это не означает, что все вот это... Вы знаете, Российская Федерация – это страна, в которой все продается, в которой коррупция огромная, и в которой нет никакой эффективности. То есть то, что в Российской Федерации сейчас в твое больше там военный бюджет, чем в Советского Союза, это не означает, что лучше стало что-то. Где вы видели танки «Армата»? Вы видели танки «Армата» на поле боя? А самолет судного дня где? Нет, ну самолет судного дня – это вообще старая советская штука. Это вообще старая разработка. Ну, подъектированный, да, обещали же показать на параде, кажется, 9 мая 22-го года, да. Было дело. Главное даже не это. Где вы видели пять разных ракетоносителей «Ангара»? Один, два, три, четыре, пять. Их нет. Где вы видели «Космодом Восточный»? Значит, одна очередь построена. Всех остальных, всех руководителей Восточного посадили, всех руководителей «Роскосмоса» посадили за последние годы, потому что воровство ужасное. «Сармат» – одна единственная штука, ее запустили 20 апреля 22-го года, был один единственный «Сармат», который летал. Все остальные «Сарматы» летать не умеют. Накануне прошлого выступления Путина в прошлом году в феврале перед федеральным собранием попытались запустить второй «Сармат», он упал. Третий «Сармат» не стали даже запускать, объявили о том, что поставили его на боевое дежурство. Собрать не могут, электроники нету, Рогозина убрали, но жалко, что не расстреляли. Надо было бы расстрелять, но Путин пожалел. Потому что Рогозин очень хорошо делился со всеми, когда воровал, поэтому его не расстреляли. То есть кинжалы вы сбиваете. Незбиваемая ракета «Кинжал» оказалась сбиваемая обыкновенным американским комплексом «Патриот». И если бы у вас стояло столько «Патриотов», сколько американцы могут вам поставить, к вам бы не прилетал ни один беспилотник, ни одна ракета. Но вам не поставляют достаточно, вам поставили только два, потом вроде третий где-то. Каждый комплекс «Патриот» – это два миллиарда долларов. И, к сожалению, у вас есть еще немецкие арести, у вас там еще и другие какие-то иностранные. Свои есть, старые советские. Если бы их было много, тогда бы вас не бомбили бы мирные города типа Львова, и даже Днепро, и даже Одессу, ту же самую, украинскую Одессу и так далее. Я хотел бы вернуться к теме шпионов. Скажите, пожалуйста, а в какой европейской стране представительство шпионов из России самое большое? Если прохти в европейские страны, то это Женева и Брюссель. Прежде всего, Женева, Брюссель, Вена, Париж. Вот так вот расклад. То есть там, где есть международные организации. Виталия, Бельгия. Женева, потому что штаб-квартира ООН в Женеве, плюс много-много международных организаций. Брюссель, потому что штаб-квартира Европейской комиссии, плюс штаб-квартира НАТО, плюс международные организации. Ну, может быть, еще в Страсбург, кстати, надо добавить еще туда же, потому что Европейский парламент, Европейский суд по правам человека и так далее. Плюс Париж, ЮНЕСКО и несколько международных организаций. И Вена, это МАГАТЭ и еще тоже там. И Вена, это старый такой центр. Женева и Вена, это вообще старые центры шпионские еще при Советском Союзе. То есть вот такой примерно расклад. А Лондон? Лондон меньше, потому что в Лондоне нет международных организаций. Ну, в Лондоне биржи, в Лондоне бизнес, и Лондон на острове находится с очень жестким контрразведовым режимом и режимом въезда-выезда. То есть в Англию не так просто попасть, и доказательством является то, как сложно мигрантам незаконным переплыть через Ла-Манш, чтобы попасть в Лондон. Нет, в Лондоне меньше всего этого дела, чем в Женеве, в Вене, в Брюсселе и в Париже. Сергей Олегович, ну что же, будем завершать наш интереснейший разговор. Спасибо вам за этот эфир. Сергей Жирнов, экс-сотрудник КГБ СССР, службы внешней разведки России, был сегодня вместе с нами на нашем канале. И также я благодарю всех наших зрителей, слушателей и подписчиков. Те, кто еще не подписался на Политэпо, пожалуйста, подпишитесь. Ну и также прошу подписаться на авторский аналитический канал Сергея Жирнов в Ютьюбе. Берегите себя. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok